привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить black messa последней серии у нас что-то пошло достаточно все сложно потому что появились собственно системы безопасности разнообразный пулемет и тому подобное кроме того мы поставили уровень сложности на хард но я думаю мы справимся то есть и не такое проходили да что ж ты лупишься то на меня непонятный человек костюме то есть мы понимаем что это g-men но без спойлеров так нам нужно продвигаться вперед у нас нет револьвера у нас есть гранаты по крайней мере зато 25 процентов здоровья и есть аптечка сейчас мы все в колем антибиотики обезболивающие что это такое стало поживее его как закрывается обалдеть так что с тобой как-то тут оказался жалко что граната на отдельной кнопки нету это временами что черное место теперь под военным управлением это хорошо нас всех спасут будем надеяться ощущение что тебя швырнули просто ты затылком ударился сиро шип так понятно тут у нас военное оборудование что он тут делает вообще кругом одни трупы иду по тропе мертвецов хорошо аккуратненько что-то мне как-то неспокойно сегодня с самого начала место большое открыто и при этом я как-то себя не чувствую безопасность совершенно отлично так но судя по тому сколько тут камер если кому нужно меня видеть то у них с этим проблем особых нет я думаю так добру в случае любых беспорядков нужно именно жесткой рукой наводить порядок спасение славу ну это в принципе было ожидаемо я знал конечно как и большая часть из вас что эти военные будут нас спасать они пришли с зачисткой то есть почистить вообще все что это такое понятно этим пролить не можно нельзя то есть зачищают все концы в воду чтобы никто не узнал о том что тут произошло они все еще надеются взять ситуацию под контроль поэтому военных нам нужно опасаться в первую очередь в отличие от этих всяких вортигонтов они представляют из себя на самом деле реальную угрозу гораздо более страшно но по крайней мере теперь у нас есть что это g53 что ли или mp5 как бы там ни было это определенная пушка от конторы хеклер кох узнаваемо ну в общем вот такие дела нужно быть теперь вдвойне осторожным потому что если с вортами мы еще как-то справлялись то с солдатами на таком уровне сложности могут быть серьезные проблемы так автомата насколько я смотрю он там по правому нижнему углу есть подствольник что-то совсем забыл эту игру офигеть просто но за 13 лет то уж не удивительно вы стреляйте как мученые вали как какие-то вспышки страны так тихо не очень дальнобойное оружие скотина блин надо на более близкое расстояние выходить иначе мы так долго будем плеваться пулями друг друга хорошо но ты тут тоже наш территория так ладно вот теперь это начинается проблема ну кстати говоря довольно недостаточно просто мы так с ними справились без единой смерти учитывая сколько раз нас убивали ворты но ворты они в принципе опасны тем что от них трудно увернуться от их выстрелов а в этом случае просто их много так ладно как бы там ни было у нас серьезные проблемы скорее даже не у нас потому что мы можем в отмах уйти а вот ученые нет и теперь только остается в луже собственной крови лежать интересно что это такое вообще присоедините шланг костюму выберите напряжение значит начните заряжать замените когда все заряжено то есть вот эти вот предохранители хорошо блин мне бы конечно более дальнобойное оружие какое-нибудь потому что здесь просторы просто вот ну вы видите да какие разброс достаточно большой у моего оружия ну да что поделать и тому рады в принципе этом вот это нам поможет эта штука довольно длиннобойная так барнаку как и обычно барнаку это вот эти вот дуры давай-давай-давай-давай-давай да недолет даже ну ладно хрен с вами вот опять тянет свою удочку если можно так назвать и фьюного даймин так вниз лучше определенно не падать высота как обычно огромная кто-то мне говорит что мол эпича сайенс из портала гораздо более объемная такая лаборатория на мой взгляд нет потому что посмотрите ну просто здесь масштабы всего этого поражают возможно более технологичная чем black mess но далеко не такая огромная то есть даже втором порталь когда мы там выходим во внешний периметр этой базы и там огромные пружины то есть на случай землетрясение или ядерных ударов чтобы не тряслось все в общем базу видим в целом она поменьше гораздо поменьше тихо так хорошо это все хорошо но он туда хочется но при этом я понимаю что вот это явно не к добру да слышу так мы тупо не пройдем тут что там насчет своих целей разговаривает я могу сейчас проломиться и побежать вон там к лестнице но вы знаете там еще мины какой углу поворот у этих пушек нет я не смогу это сделать поэтому постараемся обойти сюда в крайнем случае только пойдем что-то там совсем все густо так хорошо побежали тут вроде более-менее спокойно и наверху вроде как тоже есть слышал я что-то потрески венерации так а что это такое но я надеюсь нас никто не услышал тут наверно на другом конце базы такой грохот слышно было так но тем не менее давайте осматриваюсь куда это нас привело в итоге вот отсюда похоже военные приехали да то есть и запарковались почему бы нам не попробовать уехать на их машине по этому сервисному туннелю я думаю до поверхности ехать далеко конечно не знаю нет так нет сколько они тут по нагрузили всякого так вроде тихо они слева нужно аккуратно быть попал ой эти бочки мне не очень нравится так ну да мы именно тут и в принципе нам сейчас нужно туда спрыгивать каков выстрел а на движущей полосе на секунду на долю секунды открывшись я произвел выстрел в голову так нам похоже в принципе тут делать нечего нужно дальше двигаться по полосе либо вниз спрыгивать давайте мы сходим отсюда попробуем по крайней мере мне кажется тут возможно будет что-то хорошее ладно понятно лучше тогда отсюда так тихо 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 что-то как-то но по крайней мере вот сейчас могу сказать что тыл и у нас обезопасен и так я слышал что отряд там собирается разделиться сохранимся пока мы тут безопасность потому что я сюда не пролезут все заминировано это на нас сейчас играет но с другой стороны я сейчас просто пристрелю вот эта дверь закроется я буду отрезан не останется единственный путь от отсюда обходить аааа да твою мать ну как я задел скотство и ты посмотри все равно так я пролезу под ней нет вообще парень ты бы ушел оттуда что-то как-то не спокойно все у нас так сохранились пошли возьмите горит меня с собой я все знаю очень очень глупо ребята сектор безопасен говорите пришли матью за ногу спасать нас так но остается только идти к ним в распростертое объятие паренек говорит что он устал играть в игры с нами похоже как скажешь умер нет да ты посмотри хорошо мне кажется они меньше проблем не доставляют чем зены гораздо меньше скотина давай на блин сюда пришел да что ж чтобы вроде тихо да что ж вы ребятушки милитари полис похоже а так судя по действиям какие-то наемники даже не знаю короче говоря неприятные типы короче говоря неприятные типы это уж совершенно точно пора начинать пользоваться пистолетным пулеметом своим потому что с превольвером тут достаточно сложно все никогда в этих ящиках ничего хорошего не было никогда так чё происходит откуда взяли сочи да да добавим шо только нас выносят не знаю к этой пушке надо привыкнуть она как-то слишком уже большой разброс у нее на удивление на таких расстояниях не пушка а какой-то отстой где-то там нужно уже стараться что-то как-то у меня достаточно это все идет такси кто где ладно где а по сути они слажены действия да но это конечно как и в оригинальном half-life втором по большей части заслуга не искусственного интеллекта скриптов но тем не менее расставляет их сумму создается впечатление что они прям обходят тебя стараются как тебя встретить застать врасплох это хорошо не на самом деле подумайте если вот на в научном комплексе государственного масштаба пошло бы что-то вот эдакое кто-то бы разбирался там они бы конечно же постарались сохранить свои секреты именно чтобы они не вылезли наружу о безопасности людей думали бы в последнюю очередь это в принципе стандартные протоколы так тихо ну хорошо по крайней мере не зря сюда ходили ладно это что турелище одна сложная что ли ну да ой какая пакость представляете она липкая наверное такая мягонькая хе-хе-хе-хе в слизи вся так хорошо тут у нас как и обычно труп это меня очень радует и мотивирует в принципе мы были в этом помещении только пониже по моему ну да мы тут проходили тебя уже пожевали непонятные кстати говоря вот эти вот притормаживания временами игра на секунду замирает это из-за фрапса видимо потому что тормозить тут по сути то так твою мать ну вашу мать влетел в стройку тихо 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 не надо вот этого пожалуйста замечательно так вошел так хорошо 29 29 отлично живой здоровье дали вообще красота просто прекрасно ну на самом деле конечно это все было достаточно глупо так ну ладно куда мы в итоге попали тут на втором этаже мы не были телефон ребутнулся без каких-либо причин странно ну ладно короче говоря я не совсем понял что произошло но он влетел я похоже попал этого в аварийную кнопку пошел протокол запечатывание это у меня уже выбора не было только нестись как всерьез сэме так хорошо и что это у нас такое какой-то подъем ну надо сказать эти ученые какие-то безголовые просто а военные серьезно осложнили нам жизнь возьмите говорит возьмите меня с собой я знаю все секреты ну блин маленькая голова поварила ну ладно так что ж куда мы что-то судя по музыке мы движемся куда-то в нехорошее место по крайней мере наверх уже хорошо блин я обожает ремейк это чё небо что ли мы наверх поднялись Give me не замечательно вот так игра ты чё при тормоз Xi плоды Так, сохранились Ой, играю, я не знаю Твои лаги меня не сильно радуют Да, блин Это мы неплохо так выехали Блин, я еще по лестнице не могу подняться Да офигеть вообще Хочу сесть на эту камеру и уехать нафиг отсюда Мне надоело это все Давай Так, у нас по крайней мере точность есть Минус А, блин, наверху еще Полный бардак Чем они? Гаубиц с мимпаном что ли отрабатывают? Офигеть Бертолеты Полный набор, короче 25 здоровья, надо уходить пока Это все не кончилось Плохо для нас А, блин, да кругом, ну Ты посмотри, я ловлю пули просто Я ничего не могу с этим поделать Откройте дверь, надо валить отсюда Остановите поезд, я сойду Ну, аптечки я, похоже, не получу нигде здесь, да? Придется выходить туда Да, успокойтесь уже Блин, хоть одну аптечку, пожалуйста Мне сейчас свинтят Я с такого расстояния пока до них добираться буду Уже все самое интересное произойдет Ну, выбора у нас не сказать, что бы много Так, ну хоть что-нибудь Патроны Не сказать, что хорошо Короче, ничего нет Придется сейчас постараться Фу, так Ну, погнали Кстати говоря, говорят, в игре есть непроходимый баг То есть из-за него не пройти одно место Но, говорят, он решается с помощью ноу-клипа И еще я могу отметить Из багов именно вот это непонятное притормаживание На входе на новую локацию При том, что тормозить это, по сути, нечему Это просто прогрузка идет Ой, елки-палки Два процента Валим, валим, валим Охренеть Это просто карма Вылезти посреди вражеской базы Ну, по крайней мере, я думаю Они нас уже не достанут Два процента осталось Офигенно Везунчик Да Да, блин, откуда Они в ту же секунду на харде начинают стрелять Как тебя видят То есть игра вообще не церемонится Типа Ты кто такой, говорит Давай, до свидания Ладно Где-то я слышу тебя Судя по всему, ты где-то снизу Или сверху Да, блин, где он? О, похоже, тут стоит Ну, ладно Нужно валить Как можно ниже Только отсюда Это явно неверный путь Аккуратно Не ушибись Все, валим Валим нафиг отсюда Это кошмар какой-то Я надеюсь, они сюда не полезут за нами Удачно вылез, да, так? Прям, то есть В самый центр Лагеря Ой, чем только Меня не шарашили Ну ладно, выжил Можно было бы, конечно Наверное, как-нибудь Более красиво Это все пройти Да, в принципе Неплохо справилась Хард все-таки И надо сказать Вот этот вот Мне их пистолет-пулемет Не особо нравится Он какой-то вообще Нечеткий То есть разброс Просто До смешного доходит Живые есть Желательно, чтобы не было Я уже как-то с подозрением отношусь К любым формам жизни Кроме тех, что лысые в белых халатах Ну ладно Вы еще Терпимо Патронов, кстати говоря, мало Надо экономить А вот, кстати говоря Патроны Можно не экономить Так, что у нас тут? У меня такое ощущение Что я тут уже бывал В свое время Или нет? Судя по этим Обугленным стенам Здесь стояли мины И судя по тебе Ты эту мину Принял на себя Так, понятно Охраняемая Охраняемый Военный склад Да, ну что Все не слава богу Горячая поверхность Эту трубу лучше не трогать Вы бы ее Обгородили Хотя бы как-нибудь Блин, хотел сказать 19% Ищите, говорит Медпомощь Какой заботливый у нас Костюм Сдается мне, что Вон там у нас Медпомощь будет Так, ну хорошо Понятно Солдаты близко И они чистят Нет, ну тут у нас Лакокрасочные материалы Сюда мы не попадаем Ну, по крайней мере Вот тут у нас дорога Если она правда Ведет нас к солдатам У нас 14% То есть Все просто прекрасно Там ничего нет? Нет Солдат говорит Что он убил 12 этих ученых Теперь один, говорит Из них вернулся Но это похоже С хаткрабом На башке Пришел к нему Это, говорит Отстой Отстой Это то, что Мне сейчас придется Пробегать мимо вас Вы меня, скорее всего Заметите И даже расстреляете Наверное С первого выстрела То есть В первой очереди Да я был здесь, нет? Просто очень похожее место Нет, скорее всего Не был Но похоже Да, правительство То еще Всех убивают Связанных Так или иначе Да, да, да Я именно Один из вас На другом конце базы Есть еще одна Научная команда Мне нужно попасть туда Пробраться туда Через систему испытания Ракет Через служебные Туннели Им я могу доверять И вам Я могу доверять Ну, я думал Я и военным Могу доверять Не знаю По крайней мере Тут я могу Маленько прийти в себя Ой, замечательно Ну, короче говоря Давайте мы на этом Прекратим, наверное Эту серию Блин События становятся Все хуже и хуже Но, по крайней мере У нас появилась Определенная цель Нам нужно добраться На другой конец Базы Через эти Комплексы Ракетных испытаний И, надо сказать Это, похоже Будет Нетривиальной Задачей Но, тем не менее У нас, по крайней мере Есть цели Есть куда идти Это хорошо Игра просто У меня нет ни малейшего Понятия Что дальше делать Но, короче говоря Это, по-моему Просто шикарно Блин Это просто супер Надеюсь, вам так же нравится Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok